Наш город с каждым годом становится все красивее и комфортнее для жителей. И пусть он уступает по своей величине крупнейшим кубанским городам, но по своему удобству и для славянцев, и для гостей города, Славянск на Кубани ни от кого не отстает. Конечно, чтобы добиться этого, нужно приложить немало усилий. Настоящей жемчужиной города является, особенно после своей полной реконструкции, дом купца Мазепы. Историческое здание уже полностью готово. Там проведены дорогостоящие качественные работы, в том числе восстановление каминов, к которому были привлечены лучшие краевые специалисты. В настоящее время заканчивается благоустройство, прилегающей к этому зданию территории. Перед зданием по улице Школьной должен быть построен тротуар, автостоянка, оборудована зеленая зона. Разумеется, есть план работ. Глава Славянского района Роман Синеговский вместе со специалистами принял участие в корректировке, задуманного с тем, чтобы были созданы максимальные удобства для учащихся их родителей, а также для будущих экскурсантов, кто посетит этот исторический объект. Тут не может быть мелочей. В Славянской школе искусств в предстоящие годы нужно будет сделать реконструкцию подвальных помещений и ремонт кровли, поскольку здание школы нуждается по причине своего возраста в таких работах. По инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на стадионе нашего города возводится центр единоборств. Уже построены металлоконструкции, затем подойдет очередь стен. В целом работы идут по графику. Роман Сенеговский призвал строителей строго соблюдать график работ, не забывая о качестве, с тем, чтобы сдать важный объект в установленные сроки. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».